Российский футбольный союз это общероссийская общественная организация, которая осуществляет контроль за развитием футбола в России. Членами Российского футбольного союза являются 190 организаций, из них 81 региональная федерация футбола, 8 межрегиональных федераций футбола и более 100 футбольных ассоциаций клубов. В настоящее время в России количество играющих в футбол составляет около 2,4 миллиона человек или чуть более 1,8% от числа всех жителей в стране, при том, что этот оказатель еще 5 лет назад составлял около 0,8%. Совместные усилия государства и общества привели к прорыву в вопросах развития инфраструктуры. Реализация национального инвестиционного проекта «Подарим детям стадион» и совместного проекта РФС и УЕФА «Хет-трик» позволила в кратчайшие сроки улучшить состояние материально-технической базы детского и юношеского футбола. В регионах Российской Федерации функционирует более 40 центров подготовки футболистов, которые созданы на базе ведущих учреждений спортивной подготовки и Академии профессиональных футбольных клубов. В настоящее время в России работают более 10 тысяч футбольных тренеров. Повышение квалификации проводится в 7 центрах подготовки и лицензирования тренеров и специалистов в сфере футбола, которые создаются на базе высших учебных заведений. В Российской Федерации проводится значительное количество соревнований. На высшем уровне функционирует 131 профессиональный клуб. В массовом футболе принимают участие миллионы людей разных полов, возрастов и слоев населения. Дети, студенты, ветераны, инвалиды, женщины. РФС совместно с FIFA и UEFA проводит традиционные международные турниры. Кубок Содружества, турнир Гранаткина, Звездный путь, Кубанская весна, Евразия. Принимают участие в программах по обмену опытом и международных семинарах. РФС осуществляет взаимодействие с главами футбольных организаций FIFA и UEFA. Активное развитие футбола в России позволило нашей стране выбрать право на проведение у себя чемпионата мира в 2018 году. В структуре РФС находятся 23 сборные команды, участвующие в международных матчах. В целом сборные команды демонстрируют хорошие результаты, регулярно участвуют в крупнейших международных турнирах, чемпионатах мира и Европы, одерживают громкие победы. Большие успехи достигаются в разновидностях футбола, таких как пляжный футбол, мини-футбол, футбол инвалидов. Высшим органом Российского футбольного союза является конференция. 3 сентября 2012 года на внеочередной конференции президентом РФС был избран Николай Александрович Толстых. В данный момент РФС реализует стратегию развития футбола до 2020 года. Приоритетом является развитие футбола в субъектах Российской Федерации. Президент РФС регулярно осуществляет визиты в регионы, где обсуждаются шаги о дальнейшем развитии футбола в России, главными целями которых является упреждающее развитие детско-юношеского футбола, инфраструктурные преобразования, использование передовых тренерских методик и другое. Все это позволяет увеличить массовость, повысить мастерство, добиться результатов на чемпионате мира 2018 года и доставить удовольствие многомиллионной армии любителей футбола.